Самара может вернуться к одноуровневой системе местного самоуправления. Почти 10 лет назад ее упразднили и перешли на двухуровневую систему. Областная столица получила статус городского округа с внутриградским делением, а 9 внутриградских районов стали самостоятельными муниципальными образованиями со своим бюджетом и районными советами депутатов. Опыт последних лет показал, что система не оправдала себя. Поэтому глава региона Вячеслав Федорищев ранее высказывался о необходимости реформирования системы, чтобы вернуться к прежней системе управления. Губернатор после общения с жителем, после осмотра территории, после общения с главами высказал такую позицию, что, наверное, такая реформа должна иметь место, чтобы у города был свой хозяин. Потому что когда есть четко выстроенная иерархия, есть четко выстроенная вертикаль власти, то есть именно при одноуровневой модели так и было до 2015 года, когда самостоятельным органом местного управления у нас являлся именно городской групп Самара. То есть был, скажем, единый бюджет города. Сейчас есть такое понимание, что прежняя модель, она, наверное, способствует более эффективному решению нашей задачи. Реформа предусматривает повышение ответственности органов местного самоуправления и региональной власти за исполнение своих обязанностей и взятых на себя обязательств перед жителями. Город – это единое целое. И, значит, районы, они должны работать на город. Ну, я сравниваю вот как завод и цеха. И вот я представляю, если, значит, руководители завода, значит, они ему не подчиняются. Ну, это неправильно. Предложение о необходимости реформирования системы органов местного самоуправления вынесут на публичное слушание. Если жители поддержат инициативу, то Дума выйдет с предложением внести изменения в устав города. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.